Привет, друзья! Привет Западной Африки, страна Гана, что на побережье Атлантического океана. Меня зовут Виктория, мне 50 лет, и я живу здесь со своей семьёй в Гане уже 25 лет. Это север Ганы, где мы живём, город Навронго, далеко от океана, за тысячу километров. Продолжая моё предыдущее видео с рынка, отвечу на вопрос, есть ли здесь ещё белые люди, кроме меня. Обычно они в столице, но в этот день мне повезло, смотрите. Конечно, каждый месяц можно встретить иностранцев, я имею в виду белых иностранцев, чаще всего с англоязычных стран. Приезжают на север Ганы, как волонтёры, могут преподавать в школах или какой-то проект у них здесь. Но так как в Навронго из белых только ядна, обосновалась со своей семьёй, а остальные они приезжают и уезжают, понятно, что все друзья мои африканцы. Итак, в последний раз мы остановились здесь, на женщине, которая продавала красочный африканский принт. Она называет цену за два ярда. Итак, стоимость двух ярдов, в зависимости от качества ткани, у этой продавщицы может быть 2 доллара или чуть больше 3 долларов. Цена напрямую зависит от качества ткани, а качество ткани определяется по наличию хлопка, поэтому мы ощупываем ткань на содержание хлопка. И второй критерий – это яркость ткани. Понятно, что сейчас это яркое, но после стирки ткань может полинять. Хотя в Гане обычно с этим проблем нет. Вот эта ткань, например, в пакетике 6 ярдов. Это хлопок, она показывает. И цена здесь за один ярд 2 доллара. А девушка заинтересовалась вот этой синей тканью с желтым рисунком. Но она заметила, что там еще золотое покрытие идет, блестящее. Поэтому, естественный вопрос, если будем стирать, она спросила продавщицу, уйдет или нет. И продавщица отвечает, о, трешь, 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 ничего не случится. То есть могут люди убеждать. А это ткани тоже интересных комбинаций. Вот смотрите, голубая ткань вместе с линиями и каким-то дизайном африканским. Вот другая похожего типа. И так как африканский принт, он всегда очень интересный. То есть это такого рода картины на ткани. Поэтому даже самое простое платье с самым простым фасоном, ну, из такой ткани будет выглядеть классно. Я говорю, что хорошие у вас цены, она рада. Я говорю, да, что очень хорошие, потому что, в принципе, любая женщина может себе это позволить. И на рынке цены всегда ниже, чем в магазинах. А сейчас я вспомнила, что мне нужен веник. Вот они внизу на земле лежат, африканские веники. Просто собраны вместе одной завязочкой. В быту они часто распадаются. Нужно их заново перевязывать. Вот где я мечтаю иметь наш нормальный веник. Хотя сейчас вот эти пластмассовые щетки из Китая тоже, конечно, есть в магазинах. Это именно веник подметать на улице. Моя дочка говорит, что мама, прокрути веник, чтобы он закрылся, а не распался. Ну, ведь она, моя африканочка, выросла в этой культуре. Куда без ее советов. И здесь же Глория напомнила мне, что мы еще не купили ингредиентов для кукурузной каши. Поэтому вот я покупаю ферментированную. Есть белая и желтая. Я люблю белую. Она дольше хранится. И еще также порошок из той же кукурузы. Вот мы смешиваем это все вместе в воде. Варим. Получается каша. А к ней будут листья фасоли. Вы помните, я купила их в прошлый раз на рынке. Которые пойдут вместе с рыбом, с рыбой или с мясом. Будет очень вкусное блюдо. После просмотра прошлого видео кто-то спросил, есть ли у вас морковь. Думаю, что ответ сейчас уже очевиден. А вот это настоящее красное пальмовое масло. Оригинальное, богатое витамином А. Ведь именно красный цвет его указывает на наличие каротиноидов. Также в этом масле содержится витамин Е и омега. Омега-6 и омега-3. И посему очень-очень их полезное масло для предотвращения тромбов. И ох, я знаю, как многие зрители боятся даже слышать такое слово пальмовое масло. Все потому, что к вам оно доходит в совершенно другом, переработанном виде. Потому, что оригинальное красное пальмовое масло долго не хранится. А тем временем мы продвигаемся дальше по рынку. Я останавливаюсь вот после этой девчонки. Овощи, которые она продает, я вижу их постоянно. Но еще ни разу я их никогда не купила. Спрашиваю, они горькие, как баклажаны. Она говорит, нет, не горькие. Предлагает, почему бы вам не попробовать. Цена за один разница от 10 до 30 центов. Копейки. Глория попросила выбрать самый вкусный для нас. И здесь же, не отходя от кассы, она нам его моет. Хотя, конечно, будем пробовать дома. Сейчас спросим, как этот овощ называется. Поблагодарили и пошли дальше. И снова я заприметила манго. Спрошу о этой торговке цену. Цена разница от 50 центов до 2 долларов. Это еще дорого. Еще не самый сезон. Надо подождать совсем немного. Зато помидор сейчас вижу много. Значит, цена будет падать. Ведь покупателей сейчас практически нет. Вот и болгарский перец. Цена тарелочки 50 центов. Большое ведро 2 доллара. Среднее ведро 1 доллар. Я собиралась уходить, но, как всегда, Глория... Я говорю, у меня есть. Глория говорит, у нас только один остался. Одна штучка. Тогда я говорю, хорошо, давайте мне тарелочку. Та, которая 50 центов. Ведь я знаю, что она еще добавит мне несколько перчинок к этой покупке. Перец у нас только такой, зеленый. Другого цвета не бывает. То есть, именно болгарский перец или сладкий перец, как мы его называем, всегда на рынке в Гане здесь зеленого цвета. А уже острый, понятно, может быть красным, как у нее, например, здесь, в других посудинах. И осталось поблагодарить продавца, сказать Акиле, что означает спасибо. А мы не перестаем улыбаться на рынке, ведь не только погода теплая, но и сами люди. А это та самая посуда из тыквы. Колобаш. А мы сейчас хотим купить ганского местного прохладительного напитка. Он острый, так как его делают с имбирем. Решили купить четыре штучки. Стоимость одной примерно 10 центов. Вот он наш имбирный напиток. После овощей и фруктов еще осталось купить мясо. Сегодня я покупаю свинину. Покупаю в привычном для меня месте. Я постоянный клиент этого продавца уже все эти годы. На рынке не было, кроме манго, других фруктов. Поэтому я хочу посмотреть другие фрукты у дороги. Ну, понятно, что здесь есть манго. Мы ведь на севере. Но кроме манго можно найти фрукты из других регионов. Вот видим, там есть авокадо. Есть ананасы. Они подсохли из-за того, что здесь сухо. Они не здесь растут. А это финики. Посмотрите на кокосы. Они здесь на севериганы сухие. Их покупают из-за этой мякоти белой. Как баунти. А вот и арбузы. Один кусочек. Висят центов. А целый арбуз будет 4-5 долларов. А вот это авокадо. Сьюга Ганы. Один примерно стоит около одного доллара. Достаточно дорого. Представьте, растет в Гане. Ну, правда, не здесь. А продается за доллар. Ну, яблоки-то хоть понятно. Яблоки, они в Гане совсем не растут. Это импорт. И примерно мы платим за одно яблоко 60 центов. Пока складываем яблоки, я думаю, купить хотя бы кусочек арбуза. Он стоит 50 центов. В другое время я покупаю обычно целый арбуз за 50 центов. Сейчас это дорого. Но, тем не менее, мы завершаем видео на нашей доброй ноте. Мы передаем вам теплый привет из Ганы. Тепла вам, мира и добра. И до новых встреч на канале «Моя теплая Африка». «Моя теплая Африка». «Моя теплая Африка». «Моя теплая Африка». «Моя теплая Африка»